А еще, знаете, лайфхак крутой, если вы хотите, чтобы ваши приватные, пикантные фотки слили в сеть, не фоткайтесь в душе, это очень просто, я не фоткаюсь в душе. Всем peace, с вами Светлана Алекс, и сегодня я вот в такой миленькой кофточке, но несмотря на эту милую кофточку, я хочу поговорить об очень серьезной вещи, но прежде чем начать, я хочу попросить именно тебя подписаться на мой канал, если ты еще этого, конечно, не сделала или не сделала. И сегодня я хочу поговорить, о боже мой, о том, что меня реально, наверное, потрясло, это о том, что в интернет слили фотографии Эммы Уотсон. Но не только об этом я хочу поговорить, а немножко развить эту историю. Во-первых, для меня Эмма Уотсон это Гермиона Грейнджер, с которой я вместе росла. Она являлась для меня всегда такой девочкой-припевочкой, и на самом деле сейчас такой и остается, хотя я знаю, что она очень многогранная актриса, и вообще она мне очень интересна как личность и как девушка. Но то, что произошло с ней, а именно то, что ее фото слили, и как я, кстати, сейчас смотрю, многие блогеры тоже решили эту тему осветить, но я ее хотела эту тему поднять немножко с другой стороны. На самом деле, девчонки, это история про то, что я хочу вам сейчас сказать одну очень важную, может быть, даже странную вещь. Я не знаю, если мальчишки меня смотрят, надеюсь, вам тоже будет интересно, но, девочки, мой вам совет, никогда не скидывайте никаким своим мальчикам или парням, в общем-то, с которыми вы находитесь в отношениях, никакие фотографии, которые несут в себе нечто большее. И не надо сейчас, пожалуйста, смотреть на меня такими глазами, конечно, если тебе 14 лет, я надеюсь, что ты вообще этим не занимаешься и прочее, но, к сожалению, в нашей жизни я очень часто сталкиваюсь с тем, что девочки, да блин, с 17 лет и вперед, могут позволить себе некие вольности. И вот, девчонки, я хочу вас просто предостеречь, даже если тебе, блин, 12 лет или 14, лучше ты об этом услышишь от меня. На мой взгляд, в отношениях не стоит показывать что-то через переписку, то есть через интернет, потому что, ребята, как вы видите, и на примере с Эммой, хотя она никому не отправляла эти фотографии, все тайно может стать явным. А если вы отправляете, вы должны подумать, девчонки, а вы уверены в своих партнерах? А вы уверены в том, что через год он с вами не расстанется и из-за какой-то неприятной причины он решит вам отомстить? И тут дело не в популярности как раз. Будь ты Эммой Уотсон, будь ты Светой Алекс, будь ты просто еще одной Светой Алекс, которая живет на соседней улице, дело-то не в этом. Это просто наше личное. Я хочу сказать именно тебе, что задумайся, моя дорогая, вообще, прежде чем делать что-то, что связано с интернетом, потому что, на самом деле, это может просто привнести полный хаос в твою жизнь. И я советую, кстати, это видео скинуть своим подружкам в том числе, потому что, поверьте, девочки, это тема-то серьезная. И вы решать всегда вам, но я бы реально сто раз задумалась. И, скажем так, лучше делать личную жизнь в жизни, но не переносить ее в соцсети. Потому что, как вы видите, рано или поздно все тайное становится явным. И, господи, даже горло пересохло. Надеюсь, что этот разговор вы воспримете очень неформально, потому что мы находимся сейчас в моей любимой рубрике «Чай с печенькой пошел», где я хочу с тобой просто поболтать по душам и обсудить последние события. Честно говоря, мне очень жалко Эму, потому что сейчас, как все знают, вышел ее новый фильм. Ну и, конечно, зная, какая Эмма, можно поспорить, нравится ли ей такой пиар или такая слава, сопряженная с выходом картины, которая абсолютно идет вразрез с тем, что скинули. Естественно, никакие фотографии я здесь предоставлять не буду, но вы всегда можете зайти в интернет и посмотреть. Девчонки, будьте осторожны, правда, никто из нас не застрахован. Не обязательно быть популярны, чтобы с тобой это случилось. Можно быть обычной девчонкой, которая потом будет рыдать. И, кстати, у знакомой, моей знакомой, но это я сейчас не шучу, у моей, на самом деле, подруги, ее знакомая очень сильно на этом попала. В свое время она имела просто обычные нормальные отношения с парнем, ну и имела неосторожность скидывать ему свои фотографии немножко более личного характера. И при расставании этот говнюк не нашел ничего лучше, как распространить их по всему ВК. Я сама видела эти фотки, мне было очень больно на нее смотреть, и мне сейчас также больно, неприятно за Эмму, потому что есть девушки, которые очень правильно себя позиционируют, но мы все девочки, мы бываем наивными и совершаем ошибки. Я вот хочу оградить тебя от таких ошибок. Я надеюсь, что это видео тебе было полезно, если ты парень, который случайно оказался на этом канале, то я тебе скажу, надеюсь, что ты классный, и ты никогда так не поступишь со своей девушкой, потому что эта тема касается не только звезд. А Эмма, конечно, чертовски хороша, и она мне очень нравилась, кстати, за пределами Гарри Поттера, потому что за ней числятся очень интересные роли. Ну, это жизнь, а вы просто будьте аккуратны и по возможности ставьте хорошие пароли, ведь никто никогда не знает, что случится с нами завтра. А с вами была Светлана Алекс. Помните, я вас помню.